Все мы знаем, что женщина это такое создание, которое, как говорится, не лыком шитое. И испокон веков, вот если обратиться к каким-то историческим источникам, данным, картинкам или даже фрескам, мы всегда и всегда с вами можем увидеть то, что женщины постоянно подвязывали свой живот во время беременности. И на самом деле тому есть огромное количество объяснений, что с каждой последующей недели беременности, когда наш с вами живот растет, вес отрастает, возрастает нагрузка на позвоночник, на мочевой пузырь, который каждые 5 минут напоминает нам о том, что ага, привет, нужно сходить в туалет пописькать. И дабы как-то это все дело амортизировать, девушки нашли такое приспособление. Но при всем при этом современный маркетинг, который продвигает, рассказывает про все эти бандажи, очень часто вводит мам в заблуждение. Поэтому я настоятельно рекомендую досмотреть этот видеоролик до конца, потому что сегодня мы с вами вдоль и поперек разберемся с основными мифами касательно бандажей во время беременности, узнаем, когда они могут помочь, а когда в них нет никакой необходимости. Ну и, конечно же, я дам вам техники и правила безопасности по ношению бандажа, потому что об этом тоже реально очень важно знать. Итак, поехали, давайте начнем с самых часто встречаемых мифов касательно бандажей во время беременности. Ведь, как я уже проговорил, маркетинг сегодня готов абсолютно на любого рода манипуляции, лишь бы вот каким-то образом эти бандажи забанчить. Ну, в первую очередь, вот, ну, одна из самых часто встречаемых спекуляций, это то, что бандаж может помочь избежать растяжек. То есть, это является какой-то такой своеобразной профилактикой, и, мол, мать, если ты будешь носить бандаж, то у тебя будет ниже риск того, что будут растяжки. Но, на самом деле, никакого-либо рода убедительных доказательств этому всему от слова совсем нет. То есть, вот еще раз, я очень часто вам говорю про все эти цифры и статистики в своих видеороликах, вот достоверное доказательство, это всегда какая-то огромная выборка, там, в 100 тысяч, в 50 тысяч женщин, на которых это проверили и выявили четкие корреляции и ассоциации. Плюс мы еще смотрели относительно, там, тех же самых просто весовых показателей, там, той же самой вот этой вот антропометрии, да, и, возможно, каких-то генетически детерминированных, да, историй. Потому что, ну, к нашему с вами большому сожалению, если вот продолжать разговор про растяжки, то, ну, чаще всего это все истории исключительно генетические. Мы очень слабо можем влиять вообще, в принципе, на процесс образования всей этой истории. Единственное, мы можем это делать исключительно корректируя наш с вами образ жизни. То, о чем мы с вами очень много разговариваем в моих видеороликах. Следующий миф, который нам с вами нужно сегодня обсудить, это то, что бандаж может помочь избавиться от диастаза. И вот сюда обычно включаются мои безумно любимые фитнес-тренера. А вот эти вот мамки, которые сразу же после рождения своей маленькой ляльки восстановились за первый год. И вот решили нести в мир свой опыт, что если вот мне что-то помогло, значит и другим девкам все это дело поможет. Но на самом деле, вот опять же касательно бандажей в контексте профилактики диастаза, это полнейший воды, чушь и брехня. И тоже нелегитимно и неправомерно. Пожалуйста, помните в контексте диастаза, что если все-таки суждено, что мышцы разойдутся, вы ничего не сможете сделать. Вся профилактика диастаза, она всегда и всегда работает на дистанции еще в идеале в до беременном периоде. Хотел сказать до родовом периоде, но нет, до беременном периоде. То есть еще на этапе, когда мы с вами готовимся к беременности. Если вы хотите подробнее узнать про профилактику диастаза, у меня тоже есть большой развернутый видеоролик на ютубе. Он в бесплатном, конечно же, доступе. В обязательном порядке заходите и смотрите. Сейчас он появился у вас на экране, ссылочка также будет в описании. Ну, наконец, последний миф, который нам с вами нужно сегодня обсудить, это то, что бандаж уменьшает талию после родов и помогает похудеть. Ну, все это опять к разговору вот про эту красную таблетку, да, которую пытаются продать все возможные маркетологи любого рода, там, будь это бат-компания, фарм-компания или еще что-то, да, что вот тебе не надо заниматься спортом, тебе не нужно работать над своим питанием, не нужно много двигаться. Нужно просто нацепить вот этот вот пояс. Помните, раньше были такие несколько лет назад, там, может быть, лет 5-7 назад активно в интернете показывали, как вот эту вот прилеплялку хреначишь себе на живот, да, и у тебя кубики пресса в течение недели. Ну, я думаю, что десятки просто миллиардов рублей на всем этом деле люди заработали, но при всем при этом ни у кого кубики пресса так и не появились. Потому что еще раз, всегда и всегда, наша с вами талия и наш с вами вес, это исключительно наш образ жизни, наши привычки и наша организация быта. Вообще, если говорить про научную пользу бандажа, вот я, исходя из этих вот трех мифов, да, уже подчеркнул, что особо данных касательно за то, что это вот что-то такое суперполезное и хорошее, но этого реально на самом деле нет. Да, действительно, когда мы с вами говорим в контексте того, что бандаж нам в первую очередь поддерживает вот этот вот тяжелый живот, там, в особенности к третьему триместру беременности, да, там, я не знаю, там, 36-35 недели, когда, ну, ты там ниже вот этого вот этажа уже вообще ничего не видишь, да, живот становится просто, ну, реально гигантским. Ну, и вот в контексте этой ситуации, да, действительно, это будет облегчать нам с вами нагрузочку на поясничку и, возможно, будет немножечко снижать давление на мочевой пузырь. Ну, а если вы сейчас пребываете на этапе беременности и готовитесь к встрече с вашей маленькой новорожденной лялькой, то специально для вас я разработал уникальную программу новорожденной, где мы с вами за 16 видеороликов вдоль и попереку разберемся со всеми организационными моментами касательно уходовых процедур за вашей маленькой новорожденной лялькой, разберемся с грудным вскармливанием, ну, и, мало того, обретем подружек по животу, ссылочку оставлю в описании. Бандаж во время беременности, ну, конкретно в моем понимании, это всегда и всегда инструмент. Вот есть вот, допустим, там какие-нибудь хирургические бандажи, да, когда делают там серединные лапаротомии, видели, да, наверное, у кого-нибудь эти вот шовчики или, может быть, вам там, я не знаю, там в каком-нибудь возрасте делали эти операции, да. И вот после этих операций очень хорошо, когда шовчик фиксируется, да, с ним и легче вставать, и, возможно, это как-то сказывается на дальнейшем заживлении этой послеоперационной раны. Но, опять, когда мы с вами разговариваем про контекст беременности, нам всегда нужно помнить, что это, а, инструмент, и, б, что нам с вами нужно быть предельно внимательными, мои маленькие рыбки касательно вообще, в принципе, его ношения. Потому что есть вот четыре красных флажка касательно ношения бандажа, то есть, если мы что-то из вышепмянутого почувствовали, то нам с вами нужно незамедлительно его снять. Конечно же, первое, основное, самое ключевое, это любые ощущения анимения, покалывания или передавливания, в особенности в области лобка и ног. Возвращаясь к разговору про исследование, вот эту вот статистику, да, то, о чем мы с вами очень много разговариваем в моих видеороликах, вот никто не знает, насколько туго его нужно затягивать, да, чтобы получить необходимый вот этот вот эффект для того, чтобы наша с вами поясничка меньше уставала. Поэтому это всегда тесты и оценка своего состояния. И вот еще раз, первое, основное, самое ключевое, что если мы с вами в течение, там, некоторого времени после ношения бандажа ощутили, там, любые анимения, покалывания или передавливания, мы этот бандаж нафиг снимаем. Следующее, это боль, в особенности та, которой еще не было, то есть, ладно, там, покалывание, там, или еще что-то, но если прямо вот стало сильно больно в матке, да, начало там как-то сильно тянуть, там, я не знаю, или стрелять куда-то, то это тоже сигнал за то, что нужно этот бандаж нам в данный момент снять. Ну и также я бы сюда отнес истории с тем, что может стать тяжело дышать, потому что мы же с вами бандажом поднимаем, да, наш живот, и непонятно, как там все происходит в организме, когда из нормального физиологического положения, да, что маленькая лялька у нас там вот внизу вот так вот висит, да, и перекрывает нам нижний этаж, ребенок поднимается, и, возможно, это добавляет какую-то нагрузочку на диафрагму нам с вами, да, что из-за чего нам становится как-то вот неприятнее дышать. Тяжелее, это тоже сигнал за то, что лучше его снять. Ну и, наконец, последний красный флажок, это ситуация, когда кожа у нас с вами под бандажом начинает там либо потеть, либо шелушиться, либо краснеть, либо раздражаться. Все это тоже в контексте чаще всего материалов, из которых делается бандаж. Вот, рыбоньки мои, солнышки, пожалуйста, помните, что вот то, что я вам сейчас описал, это типа не демонизация, не дискредитация этих бандажей, да, они неплохие. Просто вот если у нас что-то из вот этих вот четырех пунктов есть, то мы либо что-то делаем неправильно, его перетягиваем или слишком высоко поднимаем, либо просто элементарно нам с вами это не подходит. Едем дальше, про все организационно-бытовые моменты мы с вами проговорили, ну а теперь пора поговорить про три основных вида бандажа, потому что, ну, конкретный тип подходит под разную ситуацию. Нам с вами очень важно об этом знать, потому что, ну, на самом деле бандаж, это такая история, ну, не из дешевых, да, там, ну, если не ошибаюсь, они ориентировались, там, 3,5, там, некоторые есть подрождают, там, 7-10 тысяч рублей, да, стоит. И, как бы, ну, для кого-то это, понятно, там, не деньги, да, и он с легкостью может купить, там, если не надо выкинуть или еще что-то, но если для вас, там, это как-то дорого, да, и вот кажется, что нужно, можно абсолютно спокойно попросить, там, я не знаю, у своей подружки или посмотреть где-нибудь на Авито в аренду этот бандаж на несколько дней, померить, посмотреть, как оно вообще мне подходит или не подходит, и только после этого принимать решение о покупке. Итак, поехали, первый вид бандажа, сейчас он у вас появляется на экране, это бандаж для живота, ну, собственно, так он и называется, бандаж для живота. Этот бандаж представлен плотной, эластической, такой своеобразной тканью, которая окутывает наш с вами животик целиком, и, мало того, они еще разделяются по степени жесткости, поэтому всегда и всегда уточняйте у производителя и меряйте, насколько это жестко. Ну, конкретно такой тип бандажа, на мой, там, профессиональный взгляд, да, больше будет нам с вами подходить именно в послеродовом периоде, которое будет нам с вами немножечко помогать, подтягивать живот, да, что прекрасно в контексте тех же самых, там, тренировок или прогулок, да, что там, ну, я не знаю, возможно, у некоторых там, напишите мне в комментариях, пожалуйста, вот после того, как вы рожаете, да, вот, ну, когда живот еще у нас с вами большой за счет матки, вызывает ли какой-то дискомфорт? Вот это вот ощущение свободного такого пустого живота, который может еще гулять и менять свою конфигурацию. Ну, вот еще раз, на мой взгляд, конкретно такой тип бандажа будет, ну, самым прекрасным и актуальным в контексте послеродового периода для какого-либо рода физических активностей или тех же самых прогулок. Едем дальше. Следующий гость нашей с вами сегодняшней прекрасной программы – это пояс-ремень под живот. И вот основная цель и функция именно вот пояса-ремня под живот именно и непосредственно приподнимать живот, как это обычно и делают девушки собственноручно в контексте беременности, да, что вот иногда там хочется как-то пошевелиться или еще что-то там подвинуть, да, женщина берет свой живот и поднимает. Некоторые от этого воспитывают безумный кайф и облегчение, и для того, чтобы это облегчение и кайф держать на дистанции, придумали как раз-таки вот такой вот ремень под живот. Если сравнивать пояс под живот и бандаж для живота, то, ну, здесь сейчас вот давайте две картинки вывесим, да, ну, понятная разница, да, что, ну, функции у этих двух историй совершенно разные. И мало того, вот этот вот пояс-ремень будет под своей консистенцией, ну, то есть по толщине, да, намного значительно толще, поэтому его вот маскировать под одеждой будет, ну, на самом деле, не очень удобно. Ну, и, наконец, последний гость нашей с вами сегодняшней программы, это колыбелька для живота. И я, на самом деле, тоже реально был в чаще шоке, когда готовился к этому видеоролику и, ну, увидел, что это, ну, это реально так и называется, да, колыбелька для живота. Конструкция выглядит следующим образом. У нас с вами есть два ремня, один крепится сверху под грудью, а второй ремень крепится снизу под пузом. И все это удовольствие сходится у нас с вами на пояснице. Еще иногда вот такие вот варианты бывают с дополнением, я не знаю, это, наверное, для осанки, да, для какой-то более ровной делу. Там, если у мамы есть какие-либо проблемы с грудным там или шейным отделом позвоночного столба, что, да, что еще и делают лямочки сзади. Ну, вот это вот уже такой вот конкретно махровый вариант, вабанг, да, для того, чтобы максимально себе расслабить спину и сделать комфортно только насколько можно. Едем дальше. Как я уже проговорил, всегда и всегда перед покупкой бандажа лучше, конечно же, его взять в аренду там или попросить у какой-нибудь подружки, чтобы понять, а надо ли оно мне вообще. Но самое лучшее, идеальное и прекрасное в контексте бандажа всегда и всегда проконсультироваться с нормальным реабилитологом-физиотерапевтом или вашим акушер-гинекологом. А нужно ли оно вам конкретно в этой ситуации или можно обойтись чем-то другим, таким более простым и банальным. Твердые конструкции вот в виде колыбельки для живота, да, и пояса под ремня лучше все-таки надевать поверх одежды. Потому что еще раз мы с вами уже проговаривали, да, в контексте этого видеоролика, что ткани бывают разные, да, и лучше всего отдавать свое предпочтение таким более натуральным, да, материалам, чтобы это была ткань. Там вискоза, да, или хлопок тот же самый элементарный, потому что нам не нужны с вами вот эти вот потнички, раздражения и неприятные истории. Но при всем при этом вот ряд женщин очень сильно переживает, да, что вот у меня что-то вот такое вот некрасивое на животе и т.д. и т.п. Вот девки мои, рыбоньки, солнышки, пожалуйста, давайте вот насарать в три короба самое основное и ключевое, чтобы нам с вами было удобно. В интернете очень много этих смешных видеороликов. Мне очень нравится смотреть в запрещенном социальной сети в Российской Федерации Нельзя Грамме, когда мамки вот эти вот сравнивают молодых девочек, да, там, 22-23 года, которые рожают и начинают гулять со своими детьми, там, наряжают их во все белое, красивое. И более возрастных девушек, там, 30, 32, там, 35 лет, которые рожают, им уже вообще полностью по барабану, как выглядит ребенок. Они никоим образом не заморачиваются ни на свой внешний вид и никоим образом не заморачиваются на внешний вид ребенка. Я сейчас не потому, что не говорю, что девки там за собой не сидят и т.д. и т.п. Я это все говорю в контексте комфорта, что женщина выбирает комфорт. Да, мы с вами можем, конечно, красиво так прекрасно, великолепно наряжаться там, чтобы все видели, какая мы вот эта вот роскошная, великолепная фифа, но при всем при этом, там, приходить домой, я думаю, что никому вот это вот расчесанное красное пузо, все полностью вспотевшее, не нужно. Ну и плюсом, я думаю, маленькая лялька будет не в восторге сидеть при таких высоких температурах. Следующая вещь, которую очень важно обсудить в контексте ношения бандажа, не надо носить бандаж 24 на 7. Некоторые просто, ну, у меня есть такие знакомые, да, они покупают эти бандажи, ими закрываются, и все, и вот 24 на 7 они ходят. Да, действительно, есть бандажи вот для опорно-двигательного аппарата, которые рекомендуется носить чуть ли там не 24 часа в сутки. Но мы с вами используем не для коррекции бандаж, а исключительно для того, чтобы облегчить вот это вот давление на поясничку, возможно, на мочевой пузырь, или какого-либо рода другие неприятные ситуации, с которыми мы с вами сталкиваемся. Поэтому еще раз, никакой необходимости носить его 24 на 7 у нас с вами нет. Ну и последнее, рыбоньки мои солнышки, пожалуйста, всегда и всегда помните, что бандаж это не панацея, нам всегда и всегда нужно помнить, что основа нашей с вами здоровой спины, здоровой осанки, здорового тела, энергии, и мало того, профилактики всех возможных проблем с опорно-двигательным аппаратом, которые будут возникать и на этапе беременности, могут возникать и на этапе беременности, и в послеродовом периоде, это всегда и всегда наша с вами физическая активность. На сегодня у меня все, если вам понравился данный видеоролик, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой ютуб канал, но если хочется посмотреть что-нибудь еще из моих прекрасных и великолепных видеороликов, то сейчас у вас на экране появилось еще два моих видео. Всем пока!